Всем привет, с вами FlowFire, сегодня мы поговорим о советской самоходной артиллерийской установке класса реактивных систем залпового огня, а именно АБМ-8-24. Данная самоходка была разработана в октябре 1941 года специальным конструкторским бюро московского завода под номером 733 компрессор при участии научно-исследовательского института номер 3 и также завода под номером 37. Боевые машины Т-марки серийно выпускались на заводах компрессор и красной пресни путем демонтажа башни на легких танках типов Т-40 и Т-60 и установки артиллерийской части М8-24, то есть пакета направляющих для 24 неуправляемых ракет М8 калибра 82 мм с пусковым оборудованием. В скором времени производство танка Т-40 прекратили, а затем сняли с производства и танк Т-60. Выпуск САУ БМ-8-24 также был прекращен. Артиллерийскую часть М8-24 стали монтировать на грузовиках, а также она монтировалась на особых броневых поездах. Выпущенные машины участвовали в боях с 1941 года по 1943 и были хорошо приняты в войсках из-за лучшей защищенности и проходимости по сравнению с «Катюшами». После военных действий в Корее развитие пусковых установок 82 мм и реактивных сарядов М8 было прекращено. Думаю, что краткая историческая справка вам не помешала, и сейчас мы рассмотрим, как же все-таки обстоят дела с нашей РСЗО в War Thunder. Первое, что хочу отметить, это прекрасные ходовые качества и отличная кучность ракет. Если говорить о наборе скорости, то наш танк разгоняется до 43 км в час и с легкостью преодолевает различные препятствия, будь это малая горка или брод. Насчет точности стрельбы ракетами могу сказать, что пристреляться ими можно буквально за пару выстрелов, и быстро можно привыкнуть к их баллистике. А боекомплект 24 ракеты прощает некоторые ваши промахи. Тем более его можно пополнять всегда на точке. Так как наш танк является премиумным, то собственно доход за бой у него выше. Но положительные стороны мы рассмотрели, давайте теперь поговорим о минусах. Скажу сразу, у нас ограниченный угол наведения ракет. То есть мы можем по сути стрелять только ими вперед. Также наша навесная ракетная установка из-за местности иногда не может подняться или наоборот опуститься, что приводит к фатальным последствиям. Если говорить про бронирование танка, то брони у нас мало. В основном наше бронирование составляет 15 мм, в некоторых участках доходит до 35 мм. Да, конечно мы иногда танкуем, но надеяться на то, что наша броня выдержит целый шквал снарядов, пожалуй не стоит. Да и меня лично порой уничтожали артударом, поэтому будьте осторожны, когда слышите рядом с собой грохот варажеской артиллерии. Если рассматривать тактику ведения боя на данной машине, то я думаю следует исключить прямой встречи с противником и стараться всегда объезжать по флангам. А лучше даже с тыла, потому что при лобовых встречах с любым противником шансы у нас 50 на 50. Либо мы его заберем бракетами, либо он нас сланшотит. Ну продолжим на тактике, также подойдет оборонительная тактика, стоя на точке и пополняя боекомплект, мы сможем спокойно обстреливать приближающихся врагов. Однако учтите, что противник может вызвать на точку артудар, и если такое произойдет, то лучше от нее некоторое время отъехать, чтобы ни в коем случае не нарваться на случайный снаряд артиллерии. Наша оптимальная дистанция для стрельбы доходит до 300 метров. Если стрелять уже на более дальней дистанции, то вам нужно высчитывать траекторию полета ракеты, но благо это не так сложно, и BM-824 это позволяет сделать. Если сравнить нашу реактивную установку с немецким аналогом Panzerwaffer 42, то могу сказать, что советская мне понравилась больше. Во-первых, у него больше ракет, во-вторых, более понятная траектория полета реактивных снарядов, в-третьих, у нашей BM-824 есть броня, конечно не такая, чтобы нас всегда защищала, но все-таки бывает спасает. И, наконец, в-четвертых, более низкий уровень боев, поэтому играется намного легче. Как можно заметить, я постоянно использую бинокль. Так гораздо легче заметить вражеский танк, заранее навестись и произвести выстрел. Особенно бинокль спасает при таких ситуациях, когда ваш танк охотится за укрытием, и вам нужно как-то осмотреться, не подставляясь. Также иногда в сумма тухи боя бывает необходимо просто замереть и не вращать башней, так скажем, притаиться, а затем только нанести решающий удар. Много раз такое было, и все происходило довольно успешно, так как танк, который не шевелится, меньше привлекает к себе внимания, и противник может подумать, что он был уже уничтожен. Подводя итог, можно сказать, что советская РСЗО вполне превосходная машина на данном уровне, и может показать иной геймплей, который будет требовать от вас находиться в более совершенной тактике. Лично мне BM824 понравился, и я нисколько не жалею, что я его приобрел. На этом, пожалуй, у меня все. Советую вам подписаться на мой канал, поставить этому видео лайк, и вступить в нашу группу ВКонтакте. Ссылочка будет в описании. В самой группе вы найдете более подробную информацию о дальнейших стримах, видео, и можете принять участие в вопросах. Ну а я вам желаю, как обычно, легких фрагов, и чистого неба над головой. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...